Желтея сосна внутри. Здравствуйте уважаемые друзья, сейчас осень, внутри у сосны желтые иголки, как мы можем видеть. Некоторые пишут, что это болезнь или что это такое вообще, это уважаемые мои подписчики и просто зрители, это просто осень, которая опадает, у некоторых опадает каждый год, у некоторых раз в 2 года, у некоторых раз в 5 лет. Поэтому берем спокойно и чистим, паниковать не надо, болезней тут нету никакой, чистим, ну желательно одеть конечно же перчатку, потому что очень колючая, колючая сама игла и поэтому можете пораниться, все вычищаем вот это все, все будет проветриваться, Когда более набитая сосна, ее тоже надо вычищать, потому что там может образоваться грибов, снег попадет лежать там и может начать подгнивать, поэтому лучше чистить. Чистим полностью, полностью здесь чистим, вот у нас уже видно стволик, хороший, красивый, без желтых, это обычное, и кидаем прям под сосну, ничего страшного, если вы были в посадках, в лесопосадках, видели, что постоянно, каждую осень, но много желтой хвости, и опадает сосен, и поэтому, поэтому, надо сдирать, как бы, ну, вы поймите, что это не болезнь, не пугайтесь, не надо ни паники, ничего, Веймуту я уже почистил, она у меня красавица стоит, а здесь смотрите, ну что у нас, почистили, вот совсем другой вид, вот этой иголки тоже можно убрать, в принципе, если вы хотите там, чтобы там смотрелось более-менее, такие зеленые, которые, ну, как чаще, вот какой прекрасный стволик получился, практически нету желтых иголок, здесь все уберем, так что, уважаемые друзья, это не болезнь, не бойтесь, здесь внутри тоже желтая есть, видите, ее тоже можно все это вот убирать, все убирать можно, ну, если не поленитесь, уберете, то, я думаю, вот прекрасное дерево получилось, смотрится прекрасно, зиму, оно уйдет с удовольствием, с радостью, снег даже будет попадать, ничего страшного не будет, как можно видеть, это сосна крымская у нас, ну, мы ее держим в таком состоянии, она будет пышная и хорошая, ну, вот здесь вот она по гуси, вот видите, вот здесь, к примеру, тоже надо все обдирать, все вот это обдирать, я уже обдирал тут, ну, сейчас, честно говоря, времени нету на это, это можно сделать попозже, по холоду, когда у вас появится свободное время, все, и здесь, и все можно использовать, как хуйный алпат, еще раз говорю, никаких аппаратов, не бегите в магазины покупать аппараты какие-то, попрыскивайте, это просто осень, осенью она постоянно падает, вот божья коровка у нас, сосна крымская, она такая красивая, я держу ее постоянно в таком росте, в этом видео вы узнали, что осенью никакой болезни, в принципе, у сосны не может быть, поэтому если желтая иголка, не надо бежать в магазин и покупать какие-то ядерные химикаты, или поливать ее, впрыскать, ничего страшного с ней не будет, она такая зеленая будет всю зиму, с вами был Евгений Филимонов и питомник Хвойный дворик, всего доброго, удачи! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok